вот я как бы совмещаю у меня два вида работы с меня клиническая работа это один день в неделю у меня клиника по раку легкого в основном и остальное время занимаюсь наукой лаборатории я занимаюсь рнк связывающими белками вот но данная лекция она больше фокусируется на классической эпигенетики то есть хроматин метилирование днк и гистонные модификации и также мы поговорим с вами про эпигенетическую терапию как она применяется но тут благодарности за некоторым людям которые тоже предоставили часть слайдов в том числе доктор из жан-пьер иса он является директором сейчас карьер института в нью-джерси он я с ним делал докторскую я закончу я получил ее в 2005 году мы поговорим с вами про то что такое что такое эпигенетика если вы не слышали про роль эпигенетики в развитии млекопитающих скажем так про эмбриона ее роль в эмбриональных стволовых клеток также поговорим про пластичность клеток и роль эпигенетики в этом процессе про метилирование днк в различных патологических состояниях в том числе рак и дальше мы поговорим в конце уже про недавно выясненные мутации в некоторых ферментах эпигенетических которые имеют то же значение в при раковых заболеваниях и в конце уже мы поговорим про эпигенетическую терапию значит что такое эпигенетика эпигенетика это есть много различных определений одно из них это эпигенетика можно определить как клональные и как правило мало меняющиеся или не меняющиеся изменения в экспрессии генов которые нельзя объяснить изменениями в последовательности днк самой то есть вот у вас пример приведен один из наглядных да вот слева это кардиомиоцит справа это клетка мозга то есть можно невооруженным глазом понять что те клетки очень разно по-разному выглядит да вот это просто напоминание про то что эпигенетика контролирует все эти процессы в целом то есть в организме вообще больше 300 типов клеток до большинство из них за исключением ряда лимфоцитов днк она идентичная абсолютно одинаковая просто но клетки экспрессируют разные наборы генов и эпигенетика она служит как бы механизмом как можно различные вот эти вот наборы генов экспрессировать и причем не то чтобы они меняли экспрессию постоянно а чтобы они фиксированы экспрессировали определенный набор генов скажем так то есть приводится один пример здесь тоже например если вы клетка в головном мозге вам не нужно не нужно экспрессировать скажем белки для гемоглобина да то есть вам нужно именно экспрессировать те белки которые нужны в нейронах правильно но это слайд тоже иллюстрирует первые это было начало 2000-х годов когда в основном было уже охарактеризовано метилирование днк и гистонные модификации на этом слайде видно что то есть есть метилирование днк и мы поговорим об этом тоже это один из основных механизмов 2 основной механизм это различные модификации гистонов как про это в основном это гистонные так называемые хвосты которые подвергаются модификации и модификации гистонов белков это пост трансляционной модификации белка это еще один слайд тоже примерно который дает определение эпигенетики то есть есть так называемые наследуемые формы экспрессии вот этих генов которые передаются с помощью эпигенетики то есть либо и так это как бы механизма включения или выключения генов то есть включить или выключить то есть есть группы генов которые экспрессируются или активные гены есть выключенные гены которые регулируются эпигенетикой и как я уже говорил есть 300 разных видах клеток и эпигенетика должна регулировать в каждой клетке эпигенетика будет в виде клеток будет другая разная в последние годы количество механизмов конечно расширенная в принципе под эпигенетикой можно не только понимать как гистонные модификации но также метилирование днк и также еще ремоделирование хроматин так называемые которые которым участвует другой набор ферментов это третий механизм и плюс помимо это это так называемые транскрипционные механизмы то есть модификации гистонов метилирование днк и ремоделирование хроматина это транскрипционные механизмы есть уже пост трансфер транскрипционные механизмы или которые иногда в трансляции уже используются они тоже в принципе относятся к эпигенетическим механизмам контроля экспрессия генов то есть это например различные процессы с регуляцией рынке и самой это микро рынке длинные не кодирующие рынке и рынка связывающие белки к примеру тоже можно отнести классу эпигенетическому в широком смысле этого термина наверное вы тоже знаете уже все но еще раз напомнить вам то есть если взять хромосому да и посмотреть на нее то есть есть хромосоме есть регионы которые подвергаются транскрипции да есть которые нет не подверг в которых не происходит транскрипции те регионы хромосома где происходит активная транскрипция там есть определенный набор тоже своих гистонных модификаций гистонов, то есть, например, это ацетилирование хроматина происходит, а репрессивные регионы, там ацетилирования гистонов нет, и там участвуют другие механизмы, в том числе вот здесь, на этом примере, это, скажем, белок Hp1, который связан с метилированием обычно лизина 9 на гистоне H3, который связан обычно с подавлением транскрипции. Справа вы видите картинку, которая напоминает вам тоже о структуре хромосомы, то есть, в принципе, да, все это начинается с ДНК, действительно все это так, но ДНК упаковано в очень сложные, так сказать, многомерные такие вот структуры, и самая высшая степень упаковки – это сама методическая хромосома. А основная единица упаковки – это так называемые нуклеосомы, вокруг которых завязаны нити ДНК, и хроматинные нити, которые закручены вокруг нуклеосомы, это основная организация хромосомы. Дальше они уже формируются в такие вот петли, и дальше там трехмерные структуры, которые упаковываются в методическую уже хромосому. И в целом хроматин – это что? Это комплекс ДНК, РНК и белка, которые существуют в эукариотических клетках. Это также картинка, тоже показывают еще раз по-другому вам немножко – это нуклеосомы, да, и вокруг них завернутые нити ДНК. Так называемый вот гистонный октомер, он состоит из восьми субъединиц, то есть по две субъединицы гистона 2А, 2Б, 3, 4. Нуклеосомы, они тоже, между ними находятся, так называемый линкерный гистон H1, и это также изображено вот здесь справа на картинке. То есть это так называемый гистонный октомер. Какую же роль играет хроматин в эукариотической клетке? То есть этих функций очень много. Во-первых, хроматин регулирует развитие организмов. Во-вторых, такие важные механизмы тоже, как, скажем, инактивация, экс-хромосомы, импринтинг, эпидральный мезинхемальный переход, пластичность клеток. Он также играет важную роль в подавлении транскрипции повторов, допустим, это ALU и LINE повторов. Он также играет роль в стабилизации самой структуры хромосом, гетерохроматина, стабильности самих хромосом. Хроматин играет важную роль в регуляции также транскрипции, починке ДНК, репликации ДНК, и в ряде патологических процессах, скажем, старения или при раке. Он играет большую роль. Это упрощенная схема, которая представляет вам эохроматин, который активно подвергается транскрипции, или гетерохроматина. Если вы посмотрите, ну, это упрощенная схема, и это пример активного гена, который… Это промоутер гена, да, где происходит транскрипция. Вы видите, что промоутер, он помечен, он отстилирован, то есть это отстилирование лизина 9 на гистонию H3. И также здесь обычно происходит деметелирование лизина 4 на гистонию H3. Это все, эти механизмы, они связаны, то есть транскрипция и метелирование этого участка промоутера. В нижней части слайда вы видите, это модель как бы гетерохроматина. Здесь, на самом деле, ну, это эти ситуации, то есть метелирование лизина 9, это обычно деметелирование или три метелирования, или три метелирования лизина 27 на гистонии H3. Они, как правило, взаимозаменяемы, то есть как бы в некоторых генах это может быть лизин 9, в некоторых это 27, иногда это совмещается. Метелирование ДНК тоже, это зависит от структуры самого гена конкретного. Оно может быть, может нет, но в целом эти все механизмы и метелирование лизина 9, и 27, и ДНК метелирования, они все как бы репрессорны этой модификации. То есть здесь приведено два примера конкретных. Один пример это, если метелирование лизин 9, то к нему он связывается с белком HP1, и в свою очередь там происходит рекрутирование диацетилированных, извиняюсь, ферментов диацетилирования, и ферментов тоже, которые могут, допустим, вызывать репрессивное метелирование этих гистонов. Это один из примеров. Другой пример, когда метелируется ДНК сама, то в свою очередь она является как бы такими отметками, к которым происходит присоединение тоже метилсвязывающих белков, которые в свою очередь тоже усиливают, скажем, диацетилирование хроматина. Все эти механизмы, либо с помощью метелирования ДНК, либо с помощью, скажем, метелирования вот этих вот лизина 9 или 27, они как бы все это ведет к тому, что этот регион, этот промоутер становится неактивным, и транскрипция не происходит в данном гене. Этот слайд тоже показывает вам… Это все достаточно сложно на самом деле, но, значит, слева вот картинка А, это пример различных доменов белковых, которые связываются с тем или иным модификацией, то есть есть так называемые бромодомены, то есть содержащие белки, то есть которые связываются с ацетилированным хроматином. Есть другие, вот хромодомен, Tudor, содержащие белки, или PHD-домен, то есть они связываются с метелированиями, метелированными лизинами, да. А белок 1433, это такой, это тоже домен 1433, он связывается с ацетилированными серинами на гистонах. Справа просто здесь различные примеры конкретных уже белков, которые связываются с различными модификациями на хвосте, это хвост гистонов, да, хвосты гистонов. Значит, тоже так, что в общем такое общее сведение, что, ну, все мы знаем, что основной как бы механизм развития рака — это генетические, это мутации, правильно? То есть это мутации в онкогенах или генах опухолевой супрессии, это делеции каких-то генов, может быть потеря гидрозикотности, амплификации генов, транслокации также. Это основная как бы причина развития рака. Но эпигенетические изменения, они тоже играют роль. В частности, наиболее изучено это аномальное метелирование ДНК в ряде генов при раке. И в последние годы тоже все больше известно про роль гистонных модификаций и ремоделирование хроматина, которые тоже могут как бы сотрудничать с этими или иногда они являются следствием генетических изменений, иногда они дополнение к генетическим изменениям. И все это в результате что происходит? Происходит аномальное либо выключение, или включение генов. И в результате что у нас получается? У нас получается трансформация клеток, блокирование дифференцировки клеток, и получается рост опухоли и метастаза, к примеру. Это одна из схем такая, к примеру. То есть на одном конкретном примере это, скажем, метелирование ДНК, если брать, то, скажем так, в раннем эмбрионе там практически метелирование, там есть так называемая волна деметелирования, то есть там ничего, там метелирования вообще нет, ДНК. В позднем эмбрионе или в уже взрослом организме появляется метелирование, но, скажем так, при старении организма, при возникновении раковых, опухолевых заболеваний, то ряд генов, они, скажем, выключаются с помощью, в том числе, метелирования. Несколько слов по роли эпигенетики в развитии организма и в стволовых клетках. Метелирование происходит именно не на любую последовательность ДНК, то есть, ну, вы помните, А, Т, Г, С, да, последовательности. Вот здесь, как бы, этот слайд, он иллюстрирует, что метелирование происходит именно на цитозине, то есть только цитозин может метелироваться. И цитозин с помощью этих трех ферментов основных, это ДНМТ-1, ДНМТ-3А и 3Б, может метелироваться, и здесь появляется метильная группа. Примерно от 3 до 8% цитозина у млекопитающих, он существует в форме 5-метилцитадин. И, что интересно, не любой цитозин может метелироваться, а только если это последовательность C, G, то есть цитозин, гуанин. То есть только такая последовательность может метелироваться. Она распознается одним из этих ферментов и может метелироваться, и 80% C, PG, так называемых этих последовательностей, она метелирована. Основное метелирование происходит обычно в районе центромер, теломер, также на неактивной экс-хромосоме и в последовательности типа алю или лайн. Там происходит метелирование. Есть три основных фермента, причем они выполняют несколько разную функцию, то есть ДНМТ-1, это поддерживающая метилотрансфераза, она распознает полуметелированное ДНК во время репликации и копирует это при репликации на вторую цепочку ДНК. А ДНМТ-3А и Б, они функционируют как денова метилотрансферазы, они в основном играют большую роль во время эмбриогенеза. Я уже говорил, что все эти модификации, гистонные модификации, ацетилирование, метилирование и метилирование ДНК, они являются как бы сигналом для связывания какого-то белка. То есть все на самом деле закономерно. То есть это просто иллюстрация на примере метилирования ДНК, то есть CPG вот этого метилирования, цитозин, гуанин, метилированные цитозины, они распознаются вот этими рядом белков, которые играют несколько разные функции. Это целое семейство белков. Одно из них это так называемое MBD-семейство, другое это кайзо-семейство. В свою очередь эти белки, как правило, связываются с другими ферментами, то есть в эпигенетике вообще все взаимосвязано. То есть, как правило, они могут рекрутировать туда еще ферменты диацетилирования и другие ферменты, которые помогают установить репрессию гена, того или иного гена. Еще одна концепция — это то, что именно на примере метилирования ДНК половина гена в геноме, они как бы имеют так называемые CPG-островки. Вот пример одного гена. То есть здесь вы видите, это первый экзон гена. То есть регуляторная последовательность находится до начала экзона, и в принципе первый экзон тоже может, там есть последовательности, которые могут регулировать экспрессию данного гена. Вы видите, что здесь очень большое количество, здесь вертикальные полоски обозначают CPG, вот эти вот последовательность. Их очень много. То есть ряд генов, они регулируются с помощью вот этих CPG-островков. Половина генов там другой вид регуляции, но примерно 50% — это вот CPG-островки, и в том числе они являются как бы при, скажем, при раковых заболеваниях, при других, они могут метилироваться и включаться-выключаться. Этот слайд иллюстрирует то, что метилирование ДНК, оно очень важно тоже для развития организма. То есть, во-первых, если сделать нокаут одной из этих вот трех ДНК метилтрансфераз, то это вызывает эмбрионную, ну, летальность эмбриона. Почему это? Ну, это здесь приведен пример, то есть как бы на стадии первой зиготы, то есть яйцеклетки сначала и потом зиготы, то есть вот метилирование ДНК, да, и уже вы видите к стадии восьмиклеточного эмбриона, то есть метилирование ДНК, оно стирается полностью. Вот. И потом очень быстро к стадии бластоциста оно заново устанавливается. То есть это очень сложный контролируемый процесс, скажем так. То есть метилирование существует, потом оно к стадии восьмиклеток полностью стирается, и потом оно заново устанавливается на стадии бластоциста. Вот. И вы видите здесь тоже пример. Есть тканеспецифические гены, да, есть гены, которые подвергаются импринтингу, вот эти вот последовательности алю или лайн, допустим, да, и промоторы генов, которые содержат CPG, островки. То есть этот процесс должен очень тщательно контролироваться, и поломка метилирования ДНК на любой стадии этого процесса, она очень может вызвать, да, гибель эмбриона, например. В норме гены, которые содержат CPG, островки, у них отсутствует метилирование. И, как правило, метилирование, оно присутствует на вот этих вот повторах ДНК. И некоторые тканеспецифические гены или гены, которые подвергаются импринтингу, они могут метилироваться. Это примерно такого же рода слайд. Еще раз вам просто иллюстрировали, что большинство аутосомных генов, у них, как правило, промотор не подвергается метилированию. Само различные вот эти вот, это экзоны, да, красным это помечены, интроны, они подвергаются метилированию. Но на экскромосоме или генах, которые подвергаются импринтингу, у них происходит метилирование промоторной части. И гены таким образом выключаются. Это тоже слайд, который иллюстрирует, это пример различных ферментов, которые связаны с модификацией мегистонов. То есть, если большинство из них, если сделать нокаут, скажем, на машиной модели, то большинство этих нокаутов будут в различной стадии эмбриона будут тоже смертельны для эмбриона. То есть, это значит, что они выполняют большую роль тоже в процессе установления эмбриона и установления различных программ экспрессии генов в самом эмбрионе, в различных тканях. Еще одна концепция, чтобы тоже вы могли это знать, что так называемые бивалентные гены. То есть, на самом деле, в эмбрионных стволовых клетках там эпигенетика немножко по-другому работает. И есть целые лаборатории, которые занимаются эпигенетикой этих эмбрионных стволовых клеток, например. То есть, в других клетках это не всегда так происходит. Как правило, такого нет. Это именно специфично для эмбрионных стволовых клеток. То есть, у них есть так называемые бивалентные гены, которые как бы ждут сигнала. То есть, у них есть и активирующие модификации, например, триметилирование гистона, ну, лизина-4 на гистоне-H3. И одновременно у них есть, на том же гене, в промоутере гена будет, в регуляторной части, они будут триметилированы на гистон, на лизин-27, гистона-H3. То есть, в других состояниях это не бывает. Именно в эмбриональных стволовых клетках такие гены есть. То есть, как правило, если вызвать дифференцировку, то часть этих генок становятся либо выключаются, либо они активируются. То есть, они либо теряют триметилирование лизина-4, либо, наоборот, теряют триметилирование лизина-27. То есть, это аналогия, это вот лодка с парусом. То есть, лизин-4, триметилирование, это как бы парус, а лизин-27, триметилирование, это якорь. То есть, они либо могут потерять эти кластеры генов, они могут либо активироваться, либо выключаться. Если они активируются, они теряют якорь, то есть, 27-е триметилирование. Либо они, наоборот, они могут терять триметилирование лизина-4. Таким образом происходит регуляция этих генов. То есть, с момента дифференцировки они могут переключаться, либо экспрессироваться, либо выключаться. Буквально несколько слов еще про репрограммирование стволовых клеток. Это тоже интересная тема. Она несколько связана с эпигенетикой, поэтому я включил эти слайды. То есть, есть различные методы, как репрограммировать, то есть, сделать из уже дифференцированной клетки, как сделать из нее опять клетку, которая менее дифференцированная, которая как бы стволовая. То есть, есть основные стратегии, это пересадка ядра, то есть, ядро берется и пересаживается в другую клетку. Либо можно слить несколько клеток вместе, как бы сделать слияние клеток. Можно инфицировать клетки вирусом. Таким образом, можно перепрограммировать клетки. Этот процесс, как выяснилось, тоже очень сильно регулируется эпигенетикой. Это одна статья, которую я нашел, тоже когда готовил лекции. Это довольно известно. То есть, это уже больше 10 лет прошло с этого эксперимента, но есть транскрипционные факторы, 4, это ОКТ-4, СОКС-2, СИМИК и КЛФ-4. Если экспрессировать эти факторы в обычной клетке, допустим, ну, любой клетке, клетка кожи, там, дифференцированная клетка, то можно, как бы, ее перепрограммировать, и она станет плюропатентной клеткой. Эта статья много тысяч раз там цитировалась. Это очень популярная статья. Как бы, и это было открыто японскими учеными в 2006 году. И в этих процессах тоже очень сильно, как бы, участвуют различные ферменты эпигенетические. И происходит, как бы, тоже переход, мезинхиомальный эпителиальный переход, он происходит при этом процессе. Также, если брать, и это тоже слайд, иллюстрирующий эпителиально-мезинхиомальные переходы, то есть, если клетка переходит из одного состояния в другое, в другое, из эпителиально-мезинхиомальной или наоборот, то там участвуют, как правило, метилирование ДНК, гистонные модификации, также некодирующие РНК, они регулируют эти переходы, клеточный переход. Почему еще эпигенетика, как бы, продолжает, так сказать, захватывать умы там и оставаться популярной? Ну, вот причина, одна из них, например, вот была такая интересная статья, когда, если на модели мыши, по крайней мере, да, если берутся, допустим, опуховые клетки, потом их, они проходят ядерные, ну, перенести ядро в другие клетки, перепрограммировать их, то есть, что, опять же, зависит от эпигенетических механизмов, и смешать эти клетки, как бы, в экспериментальных условиях, опять же, получить, так называемую, химеру, то можно, в принципе, избавиться от рака, то есть, как бы, ну, до определенного этапа, то есть, по крайней мере, вот эта мышь, допустим, она наполовину состоит из производных, как бы, этой меланомы, да, но просто она была перепрограммирована с помощью переноса ядра, и, как бы, в общем-то, появилась более-менее нормальная мышь, вот, то есть, как бы, поэтому считается, что, вот, как бы, с помощью, если, с помощью лекарств или каких-то других подходов, то есть, можно, как бы, может быть, можно излечить часть рака с помощью эпигенетики. Дальше, так, я поговорю сейчас немного о том, какую роль аномальное метилирование ДНК может играть при старении организма или при раке тоже, по крайней мере, в тканях, которые соседствуют с раковой опухолью. Это уже известно, скажем так, ну, достаточно, достаточно давно стало ясно, в 90-х годах, да, то есть, если брать нормальный, скажем, нормальный кишечник, да, и некоторые гены проверять по метилированию, состоянию их метилирования, то с возрастом возрастает метилирование некоторых генов. Ну, другой вопрос, конечно, имеет ли это какое-то значение, то есть, это уже нужно доказывать экспериментально, но, по крайней мере, для ряда генов показано, что с возрастом это метилирование накапливается, и считается, что оно, как бы, это плохо, потому что оно, скорее всего, будет выключать какие-то гены, которые, что не должно происходить в норме, и это может предрасполагать к развитию рака. Это вот пример, да, корреляции, это эстрогенный рецептор в толстом кишечнике, да, и функция от возраста, то есть, вы видите, что есть корреляция, то есть, метилирование этогена в раннем возрасте, это до 10%, как правило, и потом оно может достигать 50% со старением организма. Помимо того, что эпигенетика участвует, как бы, в этих процессах старения, есть еще существенное тоже количество статей, которые описывают различные виды дефектов, которые можно найти тоже, скажем, это вот пример из статьи, когда сравнивались, скажем так, метилирование 1 см или 10 см от опухоли, и выяснилось, что часто, когда, если мукоза в кишечнике прилегает к метилирующей опухоли, в ней тоже нашлось большое количество метилирования, к примеру. То есть, считается, что есть так называемая, это обзорная такая статья была, что изучены феномены есть генетической нестабильности, связанные с мутациями в различных генах, которые контролируют починку ДНК, допустим. Но есть также как бы эпигенетическая нестабильность, когда распространяются неправильные тоже аномальные либо метилирования ДНК, либо другие процессы, тоже связанные с гистонами или, скажем так, с другими белками, которые регулируют регуляцию генов. И это тоже вызывает как бы нестабильную эпигенетику, которая тоже может приводить, скажем так, к появлению опухоли. Здесь я хочу показать просто, что есть концепция такая общая, да, то есть есть нормальный эпигеном, а есть эпигеном, скажем так, опухолевой клетки. Нормальный эпигеном, то есть, допустим, есть, вот вы видите, показаны различные участки генов, которые регулируются, но при раке возникает большое количество нарушений эпигенома у человека, то есть появляются большие домены, допустим, которые подвергаются снижению метилирования, и в них есть кластеры генов, которые, наоборот, выключаются, то есть у них повышено метилирование, и как бы, то есть есть как бы геномная инстабильность, но в то же время есть как бы аномальное выключение, допустим, некоторых генов, которые тоже могут влиять на развитие опухолей. Это тоже слайд из, по-моему, да, из той же статьи, то есть он просто описывает, суммирует все процессы эпигенетические, которые могут нарушаться в процессе развития опухолей. То есть, допустим, я уже говорил про метилирование ДНК и ферментов, которые там участвуют, часть из них я про них говорил, но есть другие тоже нарушения, допустим, ремоделирование нуклеосом, нарушения с гистонами, и в том числе, в том числе, ну, про это мы говорить не будем, но есть мутации тоже в гистонах, которые происходят в опухолях, есть также микро-РНК, которые аномально экспрессируются, есть ферменты, модифицирующие гистоны, которые тоже имеют важную роль в некоторых опухолях, и есть нарушения тоже в тех белках, которые, как я говорил, которые читают, как бы, эти модификации гистонов, и все это в целом, как бы, достаточно уже хорошо описано, и продолжает, вся эта информация продолжает расширяться очень быстро. Это еще один обзорный, обзорная статья, еще одна. Здесь так называемые классические примеры, когда, то есть примеры процессов, которые могут вызывать опухоль, то есть, скажем, аномальный сигналинг, да, бессмертность раковых клеток, метастазы, или, допустим, блокирование генов опухолевой сапрессии, резистентность к клеточной смерти, или аномальный ангиогенез, вот эти основные свойства раковых клеток, к ним уже, как бы, ну, можно уже найти эпигенетические процессы к каждому из этих процессов, скажем так. И, естественно, что опухоли, ну, все бывают разные, потому что они происходят в разных видах тканей, и разные патогенез различных опухолей, то есть здесь приведен пример, что, если вы берете, скажем, глиобластому, астроцитому и эпидемому, на примере вот опухолей мозга, они показали здесь, что, в этом, обзорной в этой статье, что компонент эпигенетический может быть разным, то есть, например, они, ну, с их точки зрения, по крайней мере, авторов этого обзора, то есть, что большинство, большинство, но не все, как бы, процессы в глиобластоме, допустим, они генетические, то есть они помечены красным цветом здесь. Скажем, при вот астроцитоме, там, получается, пополам, и здесь вот при эпидемоме, они написали, что большая часть процессов эпидемоме, они эпигенетические, то есть, как бы, в каждой опухоли есть разный баланс вот этих нарушений, генетических и эпигенетических. Это еще один тоже частный такой, я сейчас приведу один пример, это, это вот мой ментор, доктор Иса, который совместно с Минору Тойотой, они опубликовали это в первый раз, в первый раз это было открыто, как бы, в 99-м году, они открыли этот феномен, допустим, что при раке кишечника, да, есть аномальное метилирование, и они его назвали, это СИМП, СИМП это это фенотип аномального метилирования СИПГ-островков, то есть вы видите, что это еще используя технологию конца 90-х, тем не менее, видно очень хорошо, что есть кластеры, как бы, которые, ну, виду это вот по оси Y, это различные опухоли, да, которые они изучали, и они выяснили, что часть из них, они имеют очень большое метилирование, в этих, а часть из них вообще практически метилирование отсутствовало, то есть это, как бы, они открыли тогда разные биологические подвиды в опухоли толстой кишки, вот, и если тоже, да, это вот схемка, которую они тогда нарисовали, да, это вот, есть опухоли кишечника, которые СИМП позитивные и СИМП негативные, и, соответственно, там есть некоторые биологические различия, как бы между этими опухолями. Также вот еще один частный пример, да, то есть, который показывает вам, что эпигенетика, ну, вполне возможно играет существенную роль, да, в опухолях, то есть, например, здесь просто, это просто вот Western Blood, если вы знакомы с этим, да, Western Blood, просто на общее количество, ну, и мы смотрим здесь на различные модификации гистонов, да, и мы сравниваем первичную опухоль, метастаз ее в печень и метастаз в легкое. И видно, что, как бы, уровни метилирования, они достаточно сильно меняются, то есть, скажем, в метастазе произошло существенное снижение деметилирования, три метилирования, лизина 9, да, и лизина 20, да, и, соответственно, увеличилась активность, то есть, это репрессивные модификации, и увеличилось ацетилирование, допустим, лизина 9, лизин 27 тоже увеличился, то есть, как бы, ну, это еще, как бы, на ранней стадии все находится, сравнивание, как бы, первичной опухоли и метастазов, но, по крайней мере, видно, что есть большие отличия. Это еще один такой пример и достаточно интересный, то есть, в клинике, допустим, мы часто это наблюдается, примерно у 30% больных с раком простаты после лечения химиопрепаратами или анти, точнее, после лечения, извиняюсь, антиандрогенной терапии происходит, как бы, трансформация этого, это рака простаты в рак, который имеет нейроэндокринное, как бы, ну, качество. В таком случае, если это происходит, то, как правило, ну, эти гормональные препараты перестают работать, потому что, ну, как бы, эти клетки уже нечувствительны к этим препаратам. Как выяснилось, вот, недавно ряд статей в журнале Science, да, выяснилось, что это в основном регулируется тоже эпикенетическими процессами, и в частности, то есть происходит перепрограммирование этих клеток, и они выглядят по-другому, они выглядят как нейроэндокринные клетки, и они уже нечувствительны к гормональным препаратам. Это такой механизм, как бы, как опухоль избегает зависимости от этих гормональных препаратов. И в этой статье также было показано, что если мы используем некоторые ингибиторы, то есть они предлагают их использовать, препараты, чтобы с этим бороться, как бы. То есть это, возможно, это имеет какое-то практическое применение. В последние 15 лет в связи с появлением новых технологий, то есть секвенирование генома, которое стало очень дешевым, то есть и различных проектов по секвенированию в массовом количестве опухоли, то есть выяснилось, что большое количество эпигенетических ферментов, они подвергаются мутациям. Здесь тоже на этом слайде приведены примеры мутаций в ферментах, которые именно участвуют в ремонделировании хроматина. Здесь пример трех ферментов. Это SNF5, PBRM1 и ARID1A. Здесь на картинке указано, что, допустим, при раке почки примерно почти в 50% случаях одно из причин как бы одна из основных мутаций это вот мутация в гене ремоделирующем хроматин SNF5, точнее, извиняюсь, это рак почки, это PBRM1. То есть мутация происходит примерно в 50%. и еще более того, естественно, что была статья, то есть когда они показали, что PBRM1 требуется для развития опухолев мышечной модели к примеру. Этот слайд суммирует тоже некоторые основные мутации допустим в ферментах, которые модифицируют гистоны. Здесь указано вот изеич 2 это один из основных и второй пример приведен это MLL1. изеич 2 это фермент, который устанавливает репрессивные модификации хроматина, то есть 3 метилирования лизина 27 на гистонии H3. Этот ген оверэкспрессируется во многих в раке простаты, в раке молочной железы и он мутирован в ряде гематологических заболеваний. изеич 2 также играет сложную роль в онкогенезе при остром мелобластном лейкозе и иногда она выступает в роли наоборот гено-опухолевой сопрессии. Часто это связывает с тем что нарушается паттерн 3-метилирования лизина 27 и меняется экспрессия ряда генов при этих заболеваниях. Другой приведенный здесь пример это MLL1. MLL1 как бы часто она допустим участвует в транслокациях в том числе при остром мелобластном лейкозе и часто они вызывают как бы они бывают онкогенными при остром лейкозе тоже. Последний пример который я здесь привожу это мутации также в ферментах которые метилируют ДНК здесь приведен один пример это DNMT3A это ген опуховой сапрессии при остром мелобластном лейкозе то есть он тоже участвует в патогенезе этого заболевания и наоборот ТЭТ2 это деметилаза про которую мы не говорили но она может деметилировать ДНК также она часто мутируется или подвергается делеции при остром мелобластном лейкозе тоже и последнее это мы поговорим про то как можно лечить некоторые эти нарушения с помощью лекарственных препаратов значит этот слайд уже довольно старый слайд ему на лет 20 уже вот но идея изначальная по крайней мере была довольно может быть примитивная или простая но то есть есть мы уже говорили то есть в норме CPG островки допустим не вентилируется потом они подвергаются метиляции да и некоторые гены выключаются если мы будем использовать ингибиторы DNMT или ингибиторы ферментов диацетилаз то может быть мы сможем восстановить экспрессию ряда генов и возможно мы сможем как бы прервать вот это вот аномальное выключение генов да такая была идея это еще конец 90-х да но в целом как бы в целом это в целом работает но скажем так только на узком в узком количестве опухолей то есть в настоящее время разрешено применение четыре препарата это два из них это ингибиторы метилирования ДНК и два из них это ингибиторы гистонных диацетилаз то есть азоцетидин и диацетабин они используются при лечении мелобластных лейкозов и мелодисплазии и гистонные ингибиторы вот эти вот диацетилаз они это вареностат и скажем ромидепсин они используются при некоторых при т-клеточной лимфоме они работают есть большой дебат конечно как можно догадаться потому что все все лекарства имеют разные механизмы действия то есть насколько насколько механизмы этих лекарств действительно эпигенетические и насколько нет это большой дебат и ну отчасти да они работают через эпигенетические механизмы но отчасти они как бы они тоже вызывают клеточную гибель они тоже имеют цитотоксические эффекты то есть как бы до конца это не совсем ясно насколько они реально эпигенетические это как бы считается сейчас называется это эпигенетические лекарства первого поколения это вот пример на тот момент это был 2009 года опубликовано то есть стандартная терапия да и терапия с помощью азоцитидина то есть он то есть выживаемость больных было значительно лучше с этим препаратом слева видите структуру цитидина азоцитидина и где цитабина как они выглядят сейчас предпринимаются различные попытки сделать новые препараты к эпигенетических ферментов это один пример я привожу здесь это компания обзаем которая вот это ипси 6438 препарат который они продвигают качестве основного ингибитора к изи и что при лимфомах и при других заболеваниях то есть он проходит клинические испытания достаточно в ранней стадии сейчас с целью ингибировать вот этот фермент про которыми говорили из h2 которые в том числе катализирует при метилирование лизина 27 и я привожу здесь второй еще пример значит это мы про это вкратце говорили да то есть есть так называемые вот эти вот ингибит точнее белки класса brd которые связываются с ацетилированным хроматином это brd4 допустим это основной белок который читает ацетилированный хроматин в том числе brd4 он как бы связывается с трансы другими с факторами стран транскрипционными факторами и участвует он очень важен для ряда заболеваний особенно гематологическим допустим где играет роль допустим онкогенный белок семик и таким образом brd4 считается что это очень такой привлекательная мишень для для разработки новых лекарственных препаратов и в том числе основном где я да я здесь не написал но в основном это сейчас занимается это одна из компаний это gsk но есть другие как форм компании которые тоже занимаются этими бет ингибиторами это пример одной из таблички из обзорной статьи тоже что вот при различных видах лейкозов мелобластном лимфобластом при лимфоме очень многие эти и при даже при миеломе да то есть многие из этих заболеваний они связаны с допустим с активацией в том числе семик да и у них есть значительные приклинические данные тоже в лабораторные данные что эти ингибиторы очень эффективны именно при этих гематологических заболеваниях и сейчас тоже это фаза первая вторая фаза испытаний клинических по ингибированию бет белков а